Приветствую вас, Евгения. Ну, смотрите, стация в том, что коллега вам сейчас кажется лучше именно на фоне музея. Это вот так работает, как правило. То есть, пока ваш муж достаточно негативно себя ведёт, а вы вполне можете тяготить коллеги. Но вы же сами понимаете, что проблема с мужем системная и что по факту вы не вышли из отношений с мужем, не выйдя из отношений с мужем, вошли в другие отношения. И эта ситуация, она, на мой взгляд, довольно негативная для вас. Вот, потому что, на мой взгляд, на мой взгляд, она ставит вас в очень неприятную ситуацию. Она ставит вас в зависимости, когда вы будете зависимы то от мужа, то от коллеги и прочее. Я уже молчу о том, что выстраивать отношения с коллегой, ну, далеко не лучший вариант. Ну, просто вот, просто в силу, просто в силу того, что это Сергей Коллега, да, если что-то между вами случится, да, если что-то между вами произойдёт, вот, то это довольно серьёзно способно повлиять на вашу работу. Это вот такая коммерческая, в некотором смысле, история, вот, к сожалению. И очень важно это понимать, очень важно в этом отдавать себе отчёт. Вот, поэтому я рекомендовал бы вам разобраться в отношениях с мужем. Может быть, если вы считаете, что гармонизировать их не нужно, или вам не хочется это делать, гармонизировать отношения с мужем, то можно и нужно выйти из этих отношений. Вот, но только после этого уже начинать выстраивать отношения с мужем, не раньше, о, не с мужем, а с коллегой, извините. Вот, не раньше, и желательно, чтобы там, ну, какое-то время прошло, пару месяцев между тем, пока, ну, между тем, как вы вышлили отношения с мужем, да, и, соответственно, начались другие отношения. Вот, причём, ааа, не обязательно ждать развода. То есть вам важно именно решить для себя, что всё, я не хочу больше быть мужем, и сообщить ему об этом, получить обратную связь, вот, как-то уложить для себя, что вы больше не сможем, и дальше уже продолжать выстраивать обложения с другим человеком. Вот, это, ааа, куда более справедливая и куда более реалистичная, ааа, позиция, на мой взгляд. Вот, она требует, конечно, конечно, определённых усилий над собой, потому что сейчас, как мне кажется, всё у вас происходит достаточно, ааа, но такой, я бы сказал, ааа, ааа, ну, пассивной, ааа, основе сейчас всё, ааа, виждется, виждется, вот, на такой, ааа, достаточно пассивной основе. Ааа, вот, когда, ааа, вы, аааа, сами, по сути, ну, ничего не решается, да, вот, и если вы, ааа, ааа, ну, что-то решается, то это происходит, как-то вот не, не особо охотно, да. То есть, ну, я, как-то вот, по крайней мере, не чувствую, что, ааа, вы хотите это делать, то есть, что вы хотите, как-то вот, так, достаточно охотно, если угодно, аааа, аааа, обустраивать, ааа, свою жизнь, ааа, вот. Мне кажется, что это вот, ааа, то, что вам, в принципе, можно сказать, то, что, ааа, можно, ааа, ну, ответить здесь. Ааа, вот, и уж точно, ааа, никто за вас не может решить, что вам делать. То есть, я очень надеюсь, Евгений, что вы, не серьезно задаете этот вопрос, по поводу того, эээ, расставаться мне с мужем, или, ээээ, значит, или разводиться, оставаться, или разводиться, а за это решать только вам. И несколько, мне вот, например, несколько тревожно от того, что вы, ээээ, перекладываете эту ответственность на других людей, а вы сами-то чего хотите. То есть, вот, вы говорить, что, я сама, вроде, не очень хочу, чтобы он возвращался. Вот тут, что это значит, я сама, вроде бы, не очень хочу, чтобы он возвращался. Так вы хотите или не хотите, вроде бы? Вроде бы. Да, то есть, вот, вроде бы. Это, ну, как это, вроде бы, это что? Это, на мой взгляд, очень важная история, очень важный момент, на который вам нужно обратить свое внимание. И тогда уже, когда вы разберетесь с этим, я думаю, что можно будет уже в таком случае, тогда уже о чем-то можно будет говорить. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать, вот, то, что я могу вам ответить. Вот, сейчас, на данный момент, вот, как я эту ситуацию вижу. Ну, вот. И, соответственно, уже дальше можно будет смотреть, что и как делать. То есть, можно будет смотреть, как действовать в дальнейшем, вам, после того, именно, как вы, вот, разберетесь, с этой своей, вот, ситуацией, в себе. Разберетесь в себе. И тогда уже можно будет договаривать. А вот, разобраться в себе, как раз, таки, может помочь психолог. Ну, вот. Поэтому, я надеюсь, что для вас эта ситуация будет, именно такой, позволяющий лучше себя понять, лучше себя прочувствовать. А вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи. И надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом.